арбузы и арбузы сюда сюда о чем арбузы для тебя 150 рублей килограмм друг хочу так дорого а помидоры помидоры за 600 бери свежий ташкентский всем привет с вами стас кокорин и мы на камчатке так стоп обязательно подпишись на наш канал поставь лайк под видео а теперь дальше смотри петропавловск камчатский столица камчатки где первым делом я начал искать одну из наиболее популярных рукотворных достопримечательностей региона здесь начинается россия не нашел памятник демонтировали и теперь все ждут новое место для установки а на старом месте строят новый классный аэропорт формат этого выпуска должен быть другим а виной всему владивосток точнее часть потерянных файлов с камеры для выпуска во владике столько потерь этот очень неприятный казус подвиг меня чуть изменить формат выпуска с камчатки абсолютно все файлы в строю я хочу сполна все использовать что еще можно отметить меди то что везде ленин изделий отметить что там есть театр драма 89 сезон стоит отметить что здесь очень много старых машин то есть если машина например 1016 года здесь считается просто новая конфетка просто ласточка так в основном нулевые и все что до нулевых то есть 90-х много джипиков потому что здесь много природы все ездят на природу кайфуют дороги хорошие не надо ничего говорить про камчатку здесь еще неплохо с дорогами гораздо лучше чем ну даже наверное в кургане года три-четыре назад или в челябинске даже мне кажется как сейчас в челябинске есть дороги короче симпатично здесь хорошо если минус это далеко но местные здесь от этого не страдают здесь офигенная природа на камчатке очень много приезжего населения преимущественно из таджикистана наверно устанай здравствуйте а вы откуда из какой из какого города страны здесь родились здесь живете здесь нравится что-то какая-то накладочка вышла оказывается все приезжие и так далеко от дома встреча с новыми приключениями встреча с новым гостем людой люда привет ты для меня человек новый я тебя не знал до этой поездки сейчас чуть-чуть познакомился ты прекрасно показал что такое камчатка конечно мало четыре дня но нужно вернуться представься потому что мне кажется как и я многие тебя просто не знают хотя может я ошибаюсь может я чуть не знаю про тебя но у меня зовут людмила орлова я занимаюсь скалолазнем уже наверное лет двадцать пять то есть это сколько там есть больше больше чем я 10 пошла вот ну ладно 10 лет меня привел отец сначала конечно брата потом ну поскольку брат старший я за ним все-таки тянусь и сказала что мне тоже очень хочется и собственно мы пришли на первое занятие как-то я осталась не то что я прям влюбилась в этот спорт просто как-то пнр начала ходить ходила 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 у меня ничего не получалось но я все равно почему-то ходила это же не знаю почему как то как и многие бывают не знаешь почему и делаешь да да ну хожу ладно ну чем получается ну ладно потом ну соответственно если ты что делаешь у тебя не получается рано или поздно все она получится вот у меня что-то получилось так что очень неплохо для Камчатки очень неплохо получилось. Неплохо для Камчатки это что, первый разряд или? КМС. А, ты КМС. Да, я выполнил КМС. Правда, не в России, а в Хабаровске, на зональных соревнованиях. Так можно было? Тогда да. Тогда можно было КМС на Камчатке выполнить. Мой брат так и выполнил КМС. На Камчатке, соревнуйся, на Камчатке выполни КМС. Да, но это было давно. Поэтому мы шутили, что это не кандидат мастера спорта, а камчатский мастер спорта. Сколько всего кандидатов в мастера спорта? Ну, мастеров спорта здесь нет? Нет, нет, конечно, нет. Ну, они, конечно, уже не кандидаты, потому что время прошло. Ну, прожжало ли. Да, но было порядка четырех, наверное, пяти человек. Ну, и стала старшим тренером. Сейчас ты кто? Нет, я просто тренер в спортивной школе. Старший тренер Лосенков Евгений. Ну, он, конечно, больше отвечает за федерацию альпинизма и скалолазания. Я по школьной, потому что я тренер в спортивной школе. Ну, Женя, мы договаривались об этой поездке, но он, к сожалению, не смог. Ну, я по всему про него скажу, потому что, конечно, без него было бы очень печально. Женя, получается, у вас главарь? Да. Давно? Да. То есть он пробивает маршруты, он тренер, он председатель федерации, он вообще все на Камчатке. Почти, да. Ну, сейчас я скажу поточнее. То есть, да, пробивает маршруты, все время меня пинает по какому-то снаряжению, потому что школа... Замечательно, что школа имеет возможность нас поддерживать финансово в плане закупки рельефов модных, да, или современных, да, скажем. Ну, более-менее. То есть мы лазаем не на деревянных зацепах. Я заметил, да. Старый. Ну, скорее он инструктор. Он заведует отделением скалазания при Камчатской федерации альпинизма и скалазания, где занимаются взрослые. То есть он у всех организовывает выезды на скалы и прочее. Здесь находится крайняя точка в скалазании. Или же вы считаете, что здесь начало скалазания? Начало. То есть вас аккредитована федерация? Аккредитована федерация, да. Да, больше там нигде нет. На Чукотке там уже ничего нет. То есть вы начало или конец? Не знаю, я знаю, что... Так, Чукотка... Ну, а Надри, по-моему, там ничего нет, кроме... Крайне-некрайне. С какой стороны посмотреть, начинается скалазание или заканчивается? Но здесь у вас стоит такой памятник, написано, здесь начинается Россия. Здесь начинается Россия, да. Ну, это про Россию, конечно, да, но по скалазанию тут вопрос. Заканчивается скалазание. Заканчивается. Приехал в единственный зал на Камчатке. Похоже, меня они туда привезли. Или же я что-то не знаю. Все, я нашел. Точно. Вот машина Людмилы и где-то здесь квадром. Выглядит слабо. Кал-пец. Про заработок тренеров, инструкторов. Большой. Это маленький, конечно, просто... Маленький и 30 тысяч это маленький. Или 20 тысяч? Да, 30 тысяч. Маленький. То есть на Камчатке тренер разрабатывает 30 тысяч? Ну, в зависимости, конечно, от уровня спортсменов. Какие-то возможные варианты есть, чтобы тренер разрабатывал 100 тысяч? Наверное, если у меня будет там 5 мастеров. Ну, конечно, я не знаю о расценке, но все же там какие-то коэффициенты. То есть, если у тебя много группы, например, СС, спортивное совершенствование, да, то, конечно, там за них там больше денег. Ну, а как бы я об этом особо не думаю, потому что... То есть, если бы нормальный человек давно уже ушел с этой работы за такие деньги, то я с каким-то чудом держусь, потому что все-таки люблю это. Но я знаю, что ты уходила из скалолазания. Все-таки тебе надоело. Ты ушла в серфинг, каталась, была инструктором. Да-да-да, конечно. Я не уходила из скалолазания. То есть, как-то просто у меня произошел какой-то такой раскол небольшой. То есть, я начала, ну, распыляться. Я не знаю, с чем это связано, конечно, может, с каким-то еще поиском себя. Я не знаю, может, какой-то кризис, там, возраст какой-то помадал у меня. Вот, поэтому... Ну, конечно, из скалолазания я... Ну, я просто не могу уйти. Я уже настолько, ну, вросла в него. А что доступнее здесь, на Камчатке, серфинг или скалолазание? Не могу сказать, что это супер доступно, то, что сегодня произошло. Но все-таки, да, проще, по-моему, приехать на океан, почилить и пойти покататься, чем заниматься скалолазанием. Проще, да, смотря в какое, конечно, время года, потому что зимой тоже бывает достаточно приключенческая дорога на океан, потому что много снега, можно застрять на машине. Много раз мы ходили просто пешком до океана, да, там, 3 километра, но по снегу проваливаясь, вот, с досками, естественно. Ну, поэтому тут, как бы, всегда есть какая-то схожесть, что подходы могут быть такие. Мне за эти дни показалось, что вы не особо нацелены на спорт, профессиональный спорт. С чем это связано? То, что молодые спортсмены уезжают на материк учиться, продолжают там какую-то свою другую карьеру, там, деятельность, или же, и вы, как бы, так, ну, не находите мотивацию, ну, зачем? Зачем вам тратить столько сил, времени, там, деньги, да, чтобы, что, чтобы человек уехал? То есть вы работаете больше как педагоги, то есть ставите на ноги, не знаю, у людей появляется какое-то свое мировоззрение, там, какая-то философия, да, за счет скалолазания, но на профессиональный спорт вы вообще не нацелены и даже не собираетесь ездить? Нет, собираемся. И нацелена, но пока в таком плавающем режиме. То есть, конечно, все зависит, во-первых, от тренера, то есть как он, на самом деле, нацелен. То есть у меня был период, когда мы, да, прям были настроены на соревнования. Во-первых, с чем связана, ну, такая, как бы, не особо высокая мотивация, что мы всегда в подвешенном состоянии, а платят ли нам, там, сможем ли мы, то есть, то есть мы выезжаем там два раза в год, например, ну, есть, например, есть возможность, то достаточно ли этого, чтобы дальше двигаться? То есть пока мы потянулись один раз, уже на материке потянулись шесть. Поэтому немножко не чувствуется какой-то целесообразности в этом. Нет, конечно, она есть, то есть это все как бы в голове, соответственно. И я для себя знаю, что есть возможности, то есть надо только брать и делать. Только сейчас пока вот, ну, не то, что мы на паузе, конечно, мы активно там ездим и все равно лазаем. И мы дети сейчас прям заряжены, замотивированы. И мне прям нравится наблюдать на их какую-то борьбу. То есть мне хочется их вывести на соревнования. Ну, а с другой стороны, думаю, ну да, спорт, ну, что там дальше. Мы сейчас на утюгах. Мы на утюгах. Это очень дальний район, дальний скальный район, основной район, как вы уже сказали. Ближе есть этого океана. Там все такое лайтовое, детское, четверочки, пятерочки, да. Есть альбатрос, достаточно тоже близко к городу, легко доступное место. Есть утюги. Почему вы цепляетесь за утюги? Сюда ехать вообще с приключениями? Ну, можно с приключениями, сегодня так получилось. Я так понимаю, обычно вы нормально доезжаете, да? Обычно, да. Да, сегодня просто так вот вышло. Ну, лучше платить людей,ân' newspapers,何 и、、он. Знаешь просто! 如果你 на стене, то есть угодно! Ну, сейчас, и узнучай, надо замериться в об OkeISH! …–Ок 알아, как бы все это написано в тюрьму шипов risque. МОЩИ, в крандодок. Не знаю, как жила открыта! Вы конечно же в�ок! что не так мы будем делать скотч для обозначения поворота даже метки на карте не всегда правильно да чуть-чуть трек съехал камчатской скалозы не грамотно уйди женщина не то дорога сюда короче принять ручка а чё кто кроме кончина и тёмича еще может быть что-то в теме и лысенкова о свете можно сказать скажи что если по дороге дерево которое надо объехать слева они как ездили здесь или через не через низ ездили алё это тёмич алё чё пьяный чувак ведь номер правильно научись набирать вот такие у нас приключения камчатских скалолазов очень веселого не ожидали караке он сегодня еще оводы их очень хорошо дополняет нам очень нравится чертовой здесь алё света алё света то люда ну два деления блин поиск стой нет ну так держи и поглядывая на деление нормально все так и держи голову пришла не нормально не меняй угол просто и в итоге получается уже дорога к утюгам она уже одна да по такой трава трава и там шуковник чё вроде мы правильно едем много я не помню дерево он там какой-то мне кажется ты едет или что хотя бы да нужно снять потому что это странно не туда а вот мы переобулись в школу выживания на ориентированную вот и ждем мы приехали к базовой лагере откуда еще идти пешком час уже все готовы выходить мне кажется камчатские дети если будут ездить на соревнования то они будут выиграть вообще всех потому что только приходится им добираться до скал не в одном городе россии так не добираются достаточно дойти до скал вы уже сильный духом 434 лиля прием на связи может быть она ждет нас внизу на дороге сюда интересно что дальше делать если их внизу нет порать в рацию потом что как выйти лазать не знаю чё с ними вообще не вариант неужели это они да то не мы вас искать а вы где были нагрелась я устал понятно шесть часов ехать такое себе все давай скоро лазать все хорошо кончилось но они не ждали там а мы думали мы мы опоздаем у нас уже ищите еще час навестись готовы? да готовы что нужно? кучка чтобы не попадала на ноги нет нет а 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 борщевик говорят он сильно вредит качеству жизни ближайшие полчасика мы пламенько вену с маску там уже видно скалы наверно минут 10 осталось я и будет победой мы пришли мы шли ровно 40 минут ровненько 40 в жесткую горку вообще то что с горкой вы меня не обманули это факт мы говорили час вообще расстроился но час точнее но 40 минут не час боли на фиге это у меня я какой-то гуталином намазанный третье место поздравляю ваше время час 15 отлично нормально пятое место сила пятое место есть поздравляю шутер ты как шикарно ваше время час двадцать а дети жесткая камчатская лазань это самый труднодоступный скальный район потому что ну дальше нигде не буду все мы идем домой все мы зашли на полянку в лагерь у нас все хорошо ожидаем вас медведи медведи сегодня не ждем такие с улыбками все идут это что туда конечно туда вы не улыбались даже на камеру ну во первых в связи с особенностью пород вулканическая порода то есть базальты различные все очень сыпется и поэтому нужно тщательно здесь выбирать породу скал конечно это порода на которую на утюгах настолько напрям идеальная но все-таки приемлемая то есть достаточно тут много уже трасс порядка там 15 наверно как их нашли ну как тут история сейчас прошла что евгений катался на лошади увидел издалека этот массив думал надо сюда сходить с экспедицией что-то дело на уж катался недалеко в целом район классный все красиво все очень здорово до сыпется но я так понимаю что уже к этому привыкли потому что люди которые приезжают с материка как вы говорите во владивостоке говорят запада вы говорите с материка да вы привыкли к этому то что сыпется вы все в сказках но это в принципе норма такая везде должна быть случаев не происходило не есть никаких страшных ну с камнепадами нет такого ничего не было но то что там что-то отваливаться это прям норма все прям вообще супер привыкли ну это же привыкли конечно страшно и мы опасаемся но даже для нас это не не новая история просто меняется получается постоянно сегодня лес шестерку завтра же семерка может наоборот случилось подвозь короче примерно два таких сейчас просто самого вверх хорошо что все были в касках и никому не попало я думаю сейчас все съездил называется за тебя да не за меня то что я повис на у меня все хорошо ты сказала сложности с оплатой но сейчас буквально за три-четыре дня вы организовали выезд на скалы официально официально это же круто это школа да с не каждый регион так может по щелчку пальца как мне кажется и насколько я знаю чтобы буквально за три-четыре ну в этих краях до чтобы так легко спрошколу официально организовала выезд на скалы причем скалы я уже повторюсь не близкие да там даже в какой-то степени опасные потому что у вас много медведей вы про это постоянно говорите даже медведи приходят в город и вам собственно по щелчку пальца практически ну не знаю наверно вы там все на хорошем счету с евгением ну я думаю да может это тоже такой плюс что ну идут нам навстречу вот ну еще самая главная вещь что нет зала который бы отвечал бы там хотя бы каким-то нормативом спрошкола чувствует вину и соглашается на все авантюры я не знаю возможно вот но конечно спрошкола не оплачивать поездки на выездные соревнования всероссийские это занимается министерство спорта вот но они могут сказать ну едьте за свои деньги потом может быть мы вам там оплатим если вы хорошо выступите ну что какая-то такая история что значит хорошо выступить двадцатое место пятнадцатое нет может десятку я не знаю были такие случаи да мы летали с девочкой моей с Василиной в принципе мы постоянно держали прямо вот ну там десятое ну двенадцатое место когда там была какая-то форма не супер стабильно вот так в принципе десятки было расскажи немножко еще про район про те району океана и района либо трос чем они отличаются от этого района тутюгов почему вы так часто туда не ездить то что на кайне очень остро сыпучий плюс не так сложно какой-то спортивный маршрут чтобы на нем было можно поработать полазать хорошо 0 такого нет то пролез один раз ну и ладно зачем еще раз лезть так получается лаза только на вот этом камне можно это можно там а все вижу писатели здесь гигантский анкераж что здесь было давным-давно вы наверняка здесь военный полигон здесь танковые укрепление все остальное здесь танки раньше ездили игрались войнушку взрослым да то есть место было закрыто не до как бы не сердце появился из годика может быть четыре три назад начал развиваться а так как бы здесь просто раньше еще выезжают люди отдыхали шашлыки жарили сейчас последнее время здесь уже и палатки стоят и все официально уже тут на долгое время вот сейчас моя дочь там забирается нам очень нравится как родителям вместе выезжаем на природу черный черный песок это все намывают годами с океана видимо вулканическая вулканический пепел и все черное здесь под огнями итак каждая тренировка на камчонке типичная тренировка на камчатской земле вот я в шестом поколении на камчатке живу здесь родился родились мои родители здесь что почему все так рады такое ощущение что редко выезжать на океан как я живу 20 километров что-то так и есть что редко выезжают с чем связано домашние два плюс детям тяжело выехать потому что родители тоже не всегда могут привезти и привезти и далее но сюда же ходит автобус автобус я честно говоря не разумеет меня автобусы которые были бы рейсовые автобусы на автобусе можно доехать до поселка и идти еще 7 километров пешком как бы конечно я в их возрасте так и делал я не подруга не смотря на то что живут рядом сама выбираться очень редко и даже и для меня то чтобы и потому что я тоже давно уже месяц назад последний раз это говорит бывший инструктор по сердцу бывший а больше не бывают конечно так и везде а пробка на океане это редкость редкость удивительная жизнь здесь живу ни разу не пробку здесь не бывали конечно ли давайте но чтобы летом бывает пробки когда перемотает дорогу и зимой один застревает другой приезжает вы вытаскивает вытащил сам застрял приезжает 3 застрел вытаскивает потом застревает опять 1 и так все друга вытаскивает называется казино альбатрос в принципе мы выезжаем гораздо чаще но больше уже с детьми мы проводим там соревнования краевые проводим выезды потому что еще не все маршруты пролезли есть еще над чем работать ну конечно доступность единственный минус что все усыпется поэтому убивать не приходится работаем с тем что есть и и и это вулканическая порода до образовалась наверное очень много лет назад немного цепучая могут отваливаться кита камни отдельные плюс много песка то есть нужно конечно очистить все это не очень уверенная но если почистить подготовить до машин то в принципе для начальных этапов освоения нижней страховки просто для такого тестового лазания отличный вариант что же решила первым делом сходить наверх посмотреть что здесь и как с виду как будто это реально какая-то лавая не знать что бомбанула когда-то и вот просто как застыла так и осталось на многие многие годы вперед точно змеи нету да не змеи ни клещей тут еще ключей не знаю но мне точно нет участка только медведи надеемся здесь лазают прямом на переносном смысле на вулканах на пепле вулкана необычно жалко что сыпется жестко так прикольно каратенечко расскажи вот какое чувство здесь находясь на камчатке что для для меня это всегда такой очень далекий район должны размечтать часть сюда попасть и чувствуешь как будто относительно ты немножко где-то далеко какие у вас еще есть какие-то когда я переписывался по дальнему востоку по камчатке да такое ощущение создавается что вам в принципе хорошо здесь всем есть какие-то свои заботы работы и так далее то есть не было такое ощущение что сейчас блин там ништяк снимем покажем как в многих регионах на самом деле здесь такое ощущение что вас куча забот и вот как-то нужно под это вставить и собственно закрыть эту тему конечно здесь есть свои заботы свои проблемы постоянно тебя нервируют эти цены гигантские продукты выбора да нет выбора нет конечно также как и с перелетом выбора нет поэтому этого что вас не обижают целом хорошие зарплаты не супер высокие цены на бензин как мне кажется потому что я сравнил примерно на 5-6 рублей дороже чем у нас в тюмени но для камчатки тебе кажется нормальная цена но все равно зарплаты у вас выше средний чем по остальное все дороже но даже там продукты ну бенз ладно но продукты все-таки вываливаются в копеечку конечно но по зарплатам кто как зарабатывает конечно с одной стороны может показаться что мы тут шикуем потому что куда ни посмотри везде то лексус то крузак то рубикон так и есть но вас одни лексусы и крузаки вот да вот какие-то наверное рыбные магнаты я не знаю ездят я не знаю но все равно все жалуются что маленькая зарплата маленькая пенсия и прочее вот но относительно к ценам конечно так и есть потому что прям чтобы выехать в отпуск нужно накопить там все это прям статьи у расходов рассчитать на отпуск заранее прям готовится мы не той же билеты уже с января месяца если хочешь выехать летом чтобы успеть успеть купить субсидированные билеты за двадцать шесть тысяч это до москвы до москвы да и обратно вот а если не успел то приготовь сто двадцать шесть тысяч мне тут нравится конечно по городу есть вопросики как его можно описать я видел много очень странных зданий с такой интересной архитектурой такими какими-то не знаю трубопроводами я не знаю или дымоходами которые прикреплены к зданиям вообще как же такая интересная архитектура под в том плане что она русская наверное да но с природой вообще не сочетается никак ну вот эти дымоходы как ты сказал это специальное сейсмоусиление то есть дома уже старые поскольку постоянные землетрясения происходят сделали вот такие вот укрепительные колонны наверно там кто-то за это сам патентовал кто-то там придумал и вот сделали а новые более-менее новые дома уже стоят строят строились по какой-то там другой технологии но я в эти подробности не вдаюсь вот про город ну конечно не хочется обижать то место где я живу вот но город бывает немного печальным то есть лучше смотреть сразу на горизонт красивые вулканы бухты океан вот если как бы углубляться смотреть на город и видеть там беревка бельем сушится то есть такие но это местный каш колорит и многие на это делают акцент приезжие да а так ну конечно архитектура оставляет желать лучшего все-таки город безопасный можно гулять ночью ну я давно не гуляла но да у меня случаев не было а как относится сейчас вот там такой вспышки туризма к нам к людям с материка звучит кстати не так обидно как человек запада потому что владивостоке у меня просто коробила каждый раз когда да там на западе да он запада вот парень запада приехал это какой я запад ребята и из россии просто ну хорошо относимся меня нет такого это наехали а нет пока такого нет нет единственное что не то чтобы обидно а могу сказать что я равнодушна к этому очень много инвестиций и просто приезжают люди например москвы начинались организовывать туры почему местные могут это сделать просто я думаю что все хотят там поработать или это им нравится все-таки совмещение работы и природы хотя это очень сложный сложная работа есть что очень много нюансов которые нужно продумать и плюс безопасность ну то есть не буду в это углубляться думаю так понятно что организация туристических маршрутов это конечно не просто не просто так взял и повез ну да ну и цены соответствующие конечно арбуза 150 рублей это конечно килограмм шок там еще не факт что попадет хороший но это так везде просто когда 30 рублей килограмм как у нас не так because ну да наверно не то сейчас уже точно не так обидно да вот за 150 рублей килограмм конечно такая история с камчаткой не хочешь уезжать saint тебя даже если была бы замена какое-то место другое то есть мне нужен океан обязательно скалы не чувствуете себя одинокими нет мы чувствуем себя тут даже немножко защищенными потому что я тебе рассказывал же например коронавирус да скажем я до последнего не верила что он у нас доберется сюда я думаю да мы же на камчатке у нас что там где не далеко не дойдет нет потом когда уже все началось я думаю все началось ну ладно ну то есть как-то чувствуется что ты здесь как-то прям очень обособлен и еще дает о себе знать то что выбраться отсюда можно только на самолете успокаиваешь на вездеходе там полугодичный трек через чукотку вот это тоже дает не то чтобы прям спокойствие но дает чувство прям отдаленности просто это же замечательно к ты сел машину 40 минут и ты где-нибудь в классном месте океан я с удовольствием поехал бы по серфе вам пример завтра ладно это же предлагаю позавтра и по серфе договорились все лицо смотрим на берег уже качается уже качается мне нужно заходить в воду при фантимулярной волне двумя руками в середине при вныривании прикрываем голову руками готов стать конечно готов второй раз в жизни будет лучше это все Спасибо большое, что вы меня вымытыли, просто хлам. Владивосток, Хабаровск, вы, потому что эти поездки подряд идут. Поэтому давайте к нам уже приезжайте на материк, хватит тут сидеть. Везите икру. Кстати, про икру не спросил, она у вас дорогая, у нас дешевле. Дешевле? Все на экспорт, я не знаю. Короче, вас здесь обманывают все-таки, а вы счастливые. Мы счастливые, да. Все, большое спасибо еще раз, пошли лазать. Тебе еще надо подходик помбануть. Ну вот и все. Пора двигаться на материк, снимать новые выпуски, залазать. А Камчатка однозначно в списке лучших мест России. Нравится житель Камчатки? Мне что ли? Да. А тебе? Я второй день здесь. Нравится? Я 40 лет. Очень круто, когда местным жителям нравится место, где они живут. И, кстати, памятник я нашел. Правда, сувенир за 8 тысяч, но все равно, я хотя бы его увидел и подержал. Еще вот цены на арбузы опустят, и вообще цены не будет в Камчатке. А я знаю, где есть дешевле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раз, два, три Скалолазы не на Камчатке! Ура! Все